Для жизни в условиях арктической зимы нужен особый характер. Вам потребуется сила, изобретательность, теплая одежда и современные технологии. Мы отправились на самом мощном Land Rover всех времен Range Rover Sport SVR в путешествие через крайний север Европы в поисках тех, кто идеально адаптирован к территории снега и льда. Наш маршрут пересекает Северный Полярный Круг, начинаясь в Норвегии и уходя далеко вглубь Швеции. После 300 километров снежной пустыни мы вдруг увидели городок Арьерплок, который нас очень сильно поразил. Здесь всего 2000 жителей и, как нам показалось, примерно столько же озер. Эти замерзшие озера и стали первым испытательным полигоном для самых стойких автомобилей в мире. Мы встретились с Эриком Гольярдо, французским ролильным пилотом, который воссоздал на этих ледяных просторах самые знаменитые гоночные трассы мира. В начале 90-х я приехал сюда в качестве автоинженера-испытателя и начал работы по программам заездов на льду. И вдруг кто-то из друзей сказал, «А что, если построить здесь трассу?» И я ответил, «Конечно, здесь можно делать что угодно». А он говорит, «Почему бы не повторить трассу Формулы-1?» Так и родилась эта идея. Эрик создал точные копии Нюрнбург-ринга и трассы Поли-Рикара. Но мы, как истинные британцы, выбрали копию трассы в Сильверстоуне. Эта трасса — идеальный полигон для испытаний Range Rover Sport SVR. С отключенной системой динамического контроля курсовой устойчивости профессиональный пилот заставляет 550-сильный V8 мчать автомобиль в управляемом заносе. Это развлечение для серьезных людей. И вновь дорога. Следующий пункт — легендарный Ice Hotel, высеченный из местного льда.